Служение Дерека Принца. Что означает быть мужем Божиим? Часть первая. Тема, на которую сегодня меня попросили учить, называется «Как быть мужем Божиим?». Я бы предпочел немного изменить ее и назвать «Что означает быть мужем Божиим?». Я поделю ее на две части. Во-первых, что значит быть мужем, а потом, что значит быть мужем Божиим. Я считаю, что ничто не переживает столько сатанинских атак в сегодняшнем мире, как понятие «мужчина». Думаю, многие из вас знакомы со стихотворением Рэдзиэрда Киплинга «Если». Она заканчивается такими словами. «Если будешь мерить расстояние секундами, пускаясь в дальний бег, Земля — твоё, мой мальчик, достояние, и более того, ты человек». Это рецепт того, как быть мужчиной от Рэдзиэрда Киплинга, наполнить беспощадно бегущее время постоянным бегом. Я буду проповедовать не об этом, но изначально хочу заявить, что у меня есть только один источник власти — это Писание. Я не полагаюсь ни на какой другой авторитетный источник, кроме Писания. Это может показаться слишком простым, но это очень важно сегодня, потому что Писание слишком часто недооценивает, особенно люди, которые называют себя верующими в Бога. Я хочу процитировать три, вернее, два местописания. И первое — это Евангелие от Иоанна, 10 глава, 35 стих. Это слова Иисуса. Он ссылается на какой-то псалом, если он назвал богами тех, которым было Слово Божие и не может нарушиться Писание. Иисус дал этой книге два названия, которые мы используем чаще всего. Слово Божие и Писание. А затем Он сказал, что Писание не может нарушиться. Мы не можем сделать более утверждающего заявления, чем то, что сказано в том стихе. Писание не может нарушиться. Второе послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Тут находится личное свидетельство Павла на эту тему. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Все Писание вдохновлено Богом. В Писании нет ничего, не вдохновленного Богом. Напоминаю, что Иисус и Павел говорили в основном о Писании Ветхого Завета. Еще. Я хочу процитировать вам Джона Уэсли. В молодости я был пятидесятническим проповедником, и одним из девизов пятидесятников того времени было следующее. «У нас есть все». Затем я стал читать дневники Джона Уэсли в четырех томах. Я подумал, если у нас есть все, так что же есть у него? Оказалось, что у него было намного больше, чем у нас. И одно его высказывание впечатлило меня. Он сказал, «Я не признаю никаких других правил для веры и ее практики, кроме Писания». Это сказал основатель методизма. Где методизм сегодня? А где мы сегодня? Как бы там ни было, это моя позиция. Я не признаю никаких других правил для веры и ее практики, кроме Писания. Покажу вам еще одну сторону этого вопроса. Недавно я наткнулся на книгу «Духовные войны». Она написана британцем, который переехал в Америку. Он пишет о том, что происходит сегодня в церкви, и о том, что церковь постоянно подрывают различные лжеучения. Это лжеучение не новое. И называется оно «Гностицизм». Он появился еще в первой церкви. Все новое — это хорошо забытое старое. Итак, в книге «Духовные войны» фамилия автора — Питер Джонс. Очень редкое имя. Его тяжело запомнить. Так вот, послушайте внимательно. Автор говорит о новом подходе к толкованию Писания. Он пишет «Новый стиль экзегезы появляется по всему миру в разных формах». Одна из них появилась в одном научном британском издании. Журнал по изучению Нового Завета, изданный университетом Шафилду, известным своими консервативными и даже евангельскими взглядами. Его редактор Франсис Уатсон из Лондонского университета выпустил статью, в которой он называет текст Ветхого и Нового Заветов безнадежную «патриархальным и иерархическим». Сегодня слово «патриархальный» — это практически ругательство. Ватсон считает неправильными все попытки сохранить этот текст, а нетронутость строк считает «эгалитаризм». Он оставляет читателю наиболее подходящую стратегию, а именно «противление». Такое противление, согласно Ватсону, примет форму девиантного чтения или чтение «против шерсти», в итоге это приведет к тому, что мы увидим в Змеи-Освободителе, в Еве — героиню, стремящуюся к мудрости, а в Господе — завистливого тирана, которого волнует только сохранение его прерогатив. Это слова лидирующего специалиста по изучению Библии. Хочу еще раз прочесть вам все это, потому что это полностью противоречит Писанию, речь о первых трех главах бытия, которые являются сегодня полем боя. они видят в Змеи-Освободителя, в Еве — героиню, стремящуюся к мудрости, а в Господе — завистливого тирана, которого волнует только сохранение его прерогатив. Вот какое толкование предлагают лидирующие библейские колледжи в этой стране сегодня. Интересно, кто из вас знал об этом? Поэтому я хочу сказать, что поддерживаю Джон Уэслиэн. Я не признаю никаких других правил для веры и ее практики, кроме Священного Писания. Сейчас поговорим на тему «Как быть мужем?» Давайте откроем с вами Евангелие от Матфея, 19 главу, где описан разговор Иисуса с фарисеями на тему развода. Итак, Евангелие от Матфея, 19 глава, 3 стих. Тут написано следующее. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой или причине позволительно человеку разводиться с женою своею». Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» Когда Иисус сказал вначале, то вы должны знать, что название книги «Бытие» на иврите — это брешит? «Бытие» — это первые слова той книги, а именно «вначале». Когда Иисус сказал «вначале», то имел в виду, вернитесь в «Бытие» и посмотрите, какой была цель Бога, когда Он создавал человека. Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? Это остается неизменным по сегодняшний день. Существует два пола — мужской и женский. Как по мне, это очевидно, но многим это уже не так очевидно. Бог их создал, они не появились из ниоткуда. Это был Божий порядок. Много лет назад я шел по городу и проходил мимо парикмахерской. Я ничего не имею против парикмахеров, но на стеклянной двери было написано одно лишь слово — «Унисекс». Тогда я подумал, «Хм, наверное, мы очень близки к концу времен». Я не против того, чтобы в парикмахерской стригли мужчин и женщин, я не об этом. Я лишь хочу сказать, что полов два, и только два. Очевидно, что в этой стране и в это время это довольно спорный вопрос. Я благодарю Бога за хороших африканских епископов, которые справляют ошибающихся белых проповедников. Пусть Бог обильно благословит их. Они даже не хотят это обсуждать. Это не подлежит обсуждению вовсе. Есть только два пола — мужской и женский. Хочу сказать еще кое-что. У нас также немного изменился язык. Не знаю, осознаете ли вы, насколько изменился наш язык и наша речь. Например, аборт. Это больше не называется убийством нерожденного ребенка или абортом плода. Ребенок и плод — это две разные вещи. Детей убивать нельзя. А абортировать плод можно. А сегодня это называется прерывание беременности. Ах, какая милая фраза. Прерывание беременности. Это прерывание жизни, если на секундочку, созданной по образу Божьему. Нам нужно осознавать эти изменения в языке. Еще одно небольшое изменение — это то, что люди больше не говорят о полах, а говорят о родах. Дорогие друзья, пол — это физиологическое понятие. Род, знаете ли, грамматическое. Например, я не род, а пол. Я мужского пол. Я всегда им был. И не планирую меняться. Но я хочу, чтобы вы увидели, насколько тонка эта грань. Нам не говорят выбросить Библию, но говорят, что ее нужно отредактировать и немного изменить ее язык. И когда вы проделаете все изменения, то будете верить в то, что полностью противоречит Библии, но не будете этого осознавать. Итак, Иисус сказал, что вначале Бог сотворил мужчину и женщину. А далее мы читаем, «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью». Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. То есть, когда Бог начал человеческую расу, то Он заложил основание отношений в семье, и это никогда не менялось. Все остается так, как задумал Бог. А если вы не выступаете против этого, то вы против Слова Божьего. Вернемся к разговору о мужчине. Я хочу показать вам то, на что сам долго не обращал внимания. Я буду говорить о том, в чем сам слегка ошибался. Мы вернемся к событиям, которые произошли в Эдемском саду. Думаю, вы знаете, о чем я. Сказано, что после того, как Адам был создан, и до того, как у него появилась жена, это место избытия, 2 глава, 15 стих, и сказано тут, что взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. С возделыванием все ясно, а с хранением не очень. На иврите это слово означает «защищать и охранять». Например, Господь наш Хранитель, то есть Он оберегает и защищает нас. «Не спит хранящий Израиля». Это очень сильное слово. Адам должен был защищать сад. Получается, что первый грех не был записан. Мужчина должен был помешать женщине согрешить. Но мы не понимаем, что это не был первый грех. Первым грехом было упущение Адама. Он провалил данное ему задание. Я думаю, что бездействие — это главный грех всех мужчин. Дело не в том, что они плохо себя ведут. Они просто не выполняют свои обязанности. Я знаю множество хороших мужчин, но при этом у них много упущений, потому что они не хранят то, что было им поручено. Если бы Адам занимался делом, то змей никогда не проник бы в Эдемский сад. «Что ты здесь делаешь?» «Я отвечаю за этот сад. Бог поставил меня здесь, а ты не имеешь права тут находиться». «Мы не знаем, где был Адам, но он не был на своем рабочем месте». Так змей добрался до Евы. Она была не защищена, потому что ее муж не выполнил свою работу. Я уже много раз говорил, что главная проблема США — это мужчины дезертируя. это не очевидная проблема. Других проблем очень много, но настоящий источник проблем — это то, что мужчины не выполняют свои библейские обязанности. Они не берегут и не охраняют. Их жены не защищены. Вот откуда приходит катастрофа. Я уже не раз говорил, что грех бездействия ведет к греховным действиям. Мы не обращаем внимания на грехи бездействия или упущения, но они на этом не заканчиваются. Грех бездействия ведет к греховным действиям. Да, вы должны это запомнить. Грех бездействия ведет к греховным действиям. Это очень серьезная проблема. Давайте скажем это вместе. Грех бездействия ведет к греховным действиям. А теперь пусть это скажут только мужчины. Грех бездействия ведет к греховным действиям. Это история всего человечества и его грехопадения. Первым неудачником был Адам. Он бездействовал. Проблема была не в том, что он сделал, а в том, чего он не делал. Когда мы с Руфью почувствовали, что Бог желает, чтобы мы поженились, Руф задала мне прямой вопрос. «Что ты думаешь об учении Павла в первом послании к Коринфянам, 11 главе?» Я сказал, «Я верю, что все именно так, как там сказано». Она тоже так думала. Мы были в согласии, и это хорошо. В первом послании к Коринфянам, 11 главе, Павел применяет учение из книги «Бытье». Давайте мы рассмотрим первый стих первого послания к Коринфянам, 11 главы, и посмотрим вплоть до 3 стиха. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене — глава муж, а Христу — глава Бог». Это цепочка власти, которая начинается на небе и заканчивается в семье. Она начинается с Бога Отца, идет через Христа к мужу, а потом к жене. Именно так Бог все задумал. Многие люди говорили мне, что учение Павла в первом послании к Коринфянам, 11 главе, это, ну, как бы это лучше и помягче сказать, оно, знаете, является культурным. Я считаю, что это смешно. Я не могу представить чего-то менее культурно-традиционного, чем отношение между Богом Отцом, Христом, мужем и женой. Если вечные отношения в Боге считать культурными, тогда в этом мире не остается ничего стабильного. Еще люди считают, что культурные предпочтения — это нормально, и это смешно. но я посетил 50 стран и видел много разных культур. И почти в каждой культуре есть сильный демонический элемент. если что-то относится к культуре, то не значит, что это правильно. Правильно это только тогда, когда соответствует Писанию. Итак, мы имеем такую цепочку власти от Бога Отца через Христа к мужу и Отцу, а от Него к жене и матери. Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна и посмотрим 10 главу, 18 стих. Как власть работает в божественной семье? Сейчас вы сильно удивитесь тому, что прочитаете, и узнаете, возможно, впервые. Иисус говорит о Своем отношении к власти Отца. «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, дабы опять принять ее». Это 10 глава Евангелия от Иоанна, 17 и 18 стихи. Далее Иисус продолжает. «Никто не отнимает ее, то есть эту власть у Меня, но Я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца у Моего». Получается, что Бог Отец дает повеление Своему Сыну, а Иисус повинуется повелением Отца. Поэтому идея о том, что в семье не должно быть повелений, не является библейской. В небесной семье Бог дает повеление, а Иисус его исполняет. также в 12 главе, это стихи 49 и 50, Иисус говорит, «Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная». Итак, что Я говорю? Говорю, как сказал Мне Отец. Итак, во всем Своем учении Иисус повиновался повелением Своего Небесного Отца. Такие отношения в небесной семье. А в 14 главе того же Евангелия от Иоанна после общения с учениками Иисус готовится выйти в город, где Его ждет суд и казнь. И вот что Он говорит, «Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца, и как заповедал Мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда». Итак, Иисус пошел на крест, чтобы исполнить повеление Отца. Это была последняя проверка на послушание. А послание к евреям в 5 главе 8 стихе сказано, «Хотя Он и был сыном, но через страдания научился послушанию». Это модель общения между двумя божествами, Отцом и Сыном. Отец дал повеление, а Сын научился послушанию через повиновение Его повеления. Он не был примером разгильдяйства или непослушания. Бог является очень точным и аккуратным. Он говорит, что нам делать, и ожидает, что мы будем это делать. Так же должно быть и в человеческой семье. Есть три служения Иисуса, которые Отец должен воспроизвести в Своем доме. Первое — это служение священника, второе — служение пророка и третье — служение царя. Как священник Отец ходатайствует за свою семью. Помните, Иов поднимался каждый день рано утром и приносил жертвы за своих сыновей и дочерей. Как пророк он приносит Слово Божие своей семье, и как царь он правит своей семьей согласно Слову Божьему. Священник, пророк и царь. Но сегодня я хочу сделать акцент на власти, дисциплине и послушании. Все это начинается на небесах, а не на земле. Бог хочет, чтобы это было воспроизведено в каждой семье. Отец должен быть священником, пророком и царем. А вы когда-нибудь задумывались, почему Бог выбрал Авраама? Бог искал человека, который станет отцом для особенного народа, который исполнит Божие предназначения на земле. в его распоряжении было все человечество, а он выбрал человека по имени Авраам. Даже его имя важно, потому что на иврите Ав — это отец. Бог в первую очередь искал отца. Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org. Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады! 6 a.m.